Сегодня в Бурятии стартовал буддийский международный форум. Он начался с прочтения мантры трёх драгоценностей на благо всех живущих. Обсудить проблемы буддизма, образования и культуры съехали с представителей 13 стран мира и регионов России. Причём желающих, по словам организаторов, было значительно больше. Чем отличаемся от других форумов? Что это не религиозный форум. Это форум, где и религиозные светские деятели, представители администрации, представители культуры беседуют о современных вызовах мира и каким образом буддизм может разрешать многие конфликты, которые есть в этой жизни. Для Бурятии это большая ответственность. Не каждый день в республику прибывают лидеры буддизма, известные монахи, учёные, ректоры буддийских университетов, представители общественности. Мы очень рады, что республика Бурятия, Российская Федерация, на несколько дней станет центром буддийского мира. Собрав лидеров международного буддийского сообщества. Наш буддийский форум раскрывает сегодня миру свой прекрасный духовный лотос веры, разума, мудрости. Чтобы он этот мир увидел, что земля моноконфессиональной и моноконфессиональной России является величайшим источником духа победителей. Форум называется «Традиционный буддизм и вызовы современности». Поэтому вопросу у каждого участника было своё мнение. Если вы спрашиваете про вызовы современности, их два вида – это человек и общество. Если говорить о человеке – это нестабильность, жадность, неспокойный ум. А если говорить об обществе – это мир, гармония, уважение, безвозмездная помощь. И мы можем увидеть решение этих проблем в буддийском учении. На форуме говорили о роли буддизма как важнейшего фактора развития межгосударственных отношений, о буддийской дипломатии, о вере, основанной на духовно-нравственных началах. Я очень рад, что приехал в Бурятию. У вас очень хорошие люди. Я был очень приятно удивлён. Мы очень похожи. Что касается форума, у меня большие надежды. Для того, чтобы построить мир во всём мире, мы должны достигнуть мир сначала внутри себя и донести это до людей. Несмотря на то, что у нас лето, многие гости мёрзли. В частности, участники Шри-Ланки кутались в шарфы и надевали шапки. Мы все разных национальностей, но мы одна семья. Да, нам здесь немного холодно. Мы люди с тропиков, а у вас страна холодная. Представители Бутана рассказали о том, что очень важно в буддизме помогать друг другу. У них для этого есть даже свой институт счастья. Для каждого человека своё понимание счастья и свои нужды. Но если говорить о стране в целом, у нас в Бутане государство даёт бесплатное образование и медицину. Благодаря этому многие бутанцы считают себя счастливыми. Главная цель форума – всестороннее обсуждение вопросов развития буддизма, культуры, философии и практики. А также создание новой площадки международного диалога. Участники продолжат свою работу завтра и обсудят феномен Хамболамы и Тегилова в Иволгинском дацане.